Всем доброй ночи, друзья мои. Точнее, доброго утра, если честно. Уже 5 утра. И вы знаете, я всю ночь работала. Хотела сегодня несколько ритуалов вам показать. Полезных уже сколько дней подготовила и как бы всё, что нужно для того, чтобы начать съёмки. Но настолько устаю, что уже к концу, точнее, к утру я уже никакая. Поэтому уж не обессудьте. Я постараюсь или сегодня, или на днях выложить эти ритуалы. Сейчас поговорю с вами немного о ключах и замках в магии. И пойду отдохну, потому что я сегодня поеду за статуэткой. И ещё кое-что мне нужно будет приобрести. Естественно, я должна немного отдохнуть перед дорогой. Но поскольку мне задают вопросы, игнорировать я вопросы людей не могу. Это неуважение к людям. Естественно, я отвечаю вам. О замках и ключах в магии. Вы знаете, дорогие друзья, не увлекайтесь замками, ключами и всякими там ритуалками, связанными с замком и ключом, потому что люди, которые дают такие абсурдные ритуалы. Ну вот, недавно, например, ритуальчик с ключом якобы для защиты дома. Сейчас, секунду, я тут немножко уберу. У нас рабочие будни. Мы очень сильно устаем. Хотя, видимо, не жалуются на свою работу, но у них всегда работы полно. И они всегда устают и загружены. Мне иногда говорят, зачем тебе это всё надо? Пошли бы они все. Ничего не объясняй, не говори. Пусть идут, если головы нет у людей, пусть гибнут, в конце концов. Естественный отбор. Может, знаете, с одной стороны, и правильно это всё. Как бы это страшно ни звучало для вас, но я ещё раз говорю, что на совсем иное мышление мы по-другому смотрим на мир. И не сравнивайте наше мышление с мышлением обычных людей. Это совершенно разные вещи, разные измерения. Нам даётся знание на подсознательном уровне. Понимаете, каким-то подсознанием мы это чувствуем. Например, был момент, когда мне было ещё 20 с чем-то лет. И я помню, что я почему-то пришла к тому, что если я очищаю человека, он должен что-то чувствовать, понимать, то есть ощущать что-то. И я начала говорить, вы знаете как, давайте так начнём. Сначала я попробую на вас воздействовать. Если смогу, значит, я возьмусь. То есть я подумала, что если я могу пробить эту энергетическую зону, если я могу воздействовать на энергию человека, значит, мне легче будет с ним работать. И через некоторое время я узнаю, что, оказывается, опытные ведьмы именно так и делали. Мне никто не объяснял, откуда я это поняла, не знаю. Потом проходит ещё время. Я смотрю документальный фильм про сибирскую знахарку. И она ходит вокруг человека, лечит что-то, говорит. И говорит, если ты сейчас почувствуешь что-то внутри, значит, всё нормально. И вот там женщина сказала, что у неё там какие-то ощущения внутренние и так далее. Всё, она говорит, всё, всё, значит, всё, больше болеть не будет. Понимаете, вот на подсознательном уровне нас не учили особо. Я вам рассказывала, наверное, ещё раз скажу, что когда волей судьбы я попала в Коми, республику Коми, меня позвала девочка стучится в дверь и говорит, «Здравствуйте, а вот здесь живёт девушка с разными глазами?» У меня разные были глаза, абсолютно разные один глаз. Кори, другой глаз зелёно-синий такой, серо-зелёный, менялся цвет. Я такая родилась, причём половина моих родственников сероглазые, половина кори-глазые. Я говорю, это я. Ну вот она сказала, что бабушка её попросила меня подойти. Вот эта женщина много чему ещё меня научила, плюс к тому, что мне было дано. И я очень многое узнала о русском колдовстве, и некоторые эти приёмы я применяю. Я вам хочу сказать, что то, что я знаю, и то, что меня, чему меня научили, и что я переняла от своих предков эти тетради, книги, которые мне достались по наследству, я это всё, скажем так, из всего этого очень мало что показывала. В основном, знаете, как я беру, делаю на этой основе и дарю людям. Она работает, отлично работает, потому что там есть ключи, там есть то, чем открываются все двери. Но именно вот непосредственно, вот как есть, я не передаю, потому что я говорю вам, что один раз я это сделала по глупости, и очень сильно была наказана. Но с тех пор я поняла, что такие вещи, которые мне передали, я никому показывать и говорить не должна. Но они очень сильные, настолько сильные вещи, что не описать словами, сколько лет я практикую и сама поражаюсь часто тому, что происходит, как меняется. Практикую я очень давно. У меня это первый раз я выявила у себя, наверное, лет 6-7, вот где-то так примерно, когда моя прабабушка умерла. И с 13 лет у меня начались приходить всякие видения, всякое-всякое. Меня в школе помнят как странного ребенка до сих пор. Я помню, когда я во время урока своей учительнице любимой сказала о том, что ее брата убили. Действительно убили, он был ювелир, и вот эти все ювелирные изделия куда-то ушли, а люди требовали обратно. Я во время уроков ей просто сказала, как его убили, кто это сделал, имена назвала. Причем совпало, действительно так и есть. Они подозревали, правда, этих людей, не призвали к ответу, но у них, говорят, были очень страшные наказания по жизни. Потому что, знаете, невинного человека лишить жизни, потом жить спокойно, это нереально так не бывает, всегда расплачивается. Но в тот момент, конечно, у них не было такой силы, чтобы их призвать к ответу. Я помню, у нее книги упали, она выскочила из класса, потом меня позвали, отчитали, потому что бабушка моя была классный руководитель, мама была зауч школой, мне было очень весело и легко, в кавычках. То есть очень многое приходило на подсознательном уровне. И вот это желание, наверное, знаете, как не спасти всех, не помочь всем. Это было бы лицемерием сказать, вот мы такие добрые и так далее. Я и добрая, я и злая, я и могу быть очень жестокой, кем угодно. И все люди, которые против меня открывали рты, у них в жизни нет ни благополучия, ни счастья, ничего. Потому что если против меня говорили, они говорили против той силы, которая за моей спиной стоит. И я хочу вам сказать, дорогие люди, что вот вплоть до безумия, до многих-многих бедствий и жертв происходили в жизни этих людей, как бы они стойко ни старались это не показывать, но в любом случае. Потому что я очень редко, ну я вообще не помню последний раз, когда так было, чтобы я просто так кого-то трогала. Без каких-то, скажем, причин, да. В данный момент я хотела вам показать, я, наверное, сегодня покажу замками, у меня там есть, в моих старых архивах есть ритуал, который я делала для людей. И я думаю, что я смогу подарить людям, я думаю, что вы осилите это сделать, не буду сейчас говорить, какой. Но поговорим о замках. Это я таки использую, вот переливаю сюда свечи, очень удобно. Потому что они горят, горят, собственно говоря. Так вот, с замками будьте осторожны. Если вы видели, да, есть такие традиции свадебные, когда жених и невеста берут замок, в общем, там прикрепляют к мосту, чтобы навеки быть вместе. Так вот, они, наверное, многие из них, смотря на каких эмоциях ты это делаешь, понимаете, в этот момент можно закрепить не просто семью, можно еще закрепить все невзгоды, все бедствия, или закрыть все дороги брака, или закрыть счастье. Все, что есть, потому что человек по неопытности, трогая замки, делая там ритуалы замками, очень сильно рискует. Замки еще известны очень в цыганской магии, они любят это закрывать замки, открывать замки и прочее, прочее. И цыганская магия одна из древнейших, мы это знаем, хотя не все цыгане им обладают, и было бы неправильно сказать, что у всех цыган есть сила, есть что-то такое. На самом деле, точно так же, как и у других народов, среди них тоже выборочные люди это умеют, знают, не все знают. Просто традиция у них такая сказать, что они все колдуют, да. Говорят, за колдовство их выгнали из Индии, поэтому они начали скитаться по миру. Ну, в общем, это их история, как-нибудь об этом поговорим, хотя я об этом снимала ролик, можете посмотреть, цыганские шувани. Так вот, замки. Был такой нелепый такой ритуальчик, как бы какой-то там сглаз снимать на замок, на дом. Уважаемые люди, замок это закреп, это как закрытое пространство. Вообще, в магии очень часто используются слова «ключник», «стражник врат», да, тот, у которого есть замки, ключи от знаний, ключи от бездны и так далее. Эти вот эти понятия «замки», замки, вы понимаете, как слово в магии имеет огромную силу? То есть, не просто так каждое слово в магии сказано. Эти слова имеют огромную силу, если уж психика человека считается материальным, и мысли человека могут воплотиться в жизнь, в реальность, то уж слова тем более. Поэтому к словам и вообще к материальным таким вещам и к определенным терминам в магии нужно относиться очень серьезно. Так вот, замки, значит, человек показывает, что надо на открытый замок что-то покапать, не знаю, там покрутить и вынести из дома, потом каким-то нищим раздать милостыню. Так вот, учтите, что если вы сделаете такой ритуал, вынести из дома все свое благополучие. Если ритуал выносить замки из дома, ну, нету таких ритуалов на снятие с глаза. Если есть другой ритуал на вынос замков, закрытого замка, закрыть, например, битунный замок, вынести из дома, ну, если сейчас он не свистнет эту идею, еще какую-то хрень не покажет, но открытый замок выносить из дома и раздать милостыню, то есть всему миру отдать свое благополучие. Вы понимаете, что это такое? Вот вы на открытый замок что-то начитали, накапали, накрутили эти свечи, вынесли на улицу. Так вот, вы открыли замки, двери всем ворам, грабителям, убийцам, всем лихим людям, всем властимущим. Значит, семья, которая такое может сделать, открывает двери для себя, могилы, тюрьмы, разорения, воров, убийц, хулиганов, не знаю кого. То есть вы закрытое пространство вашего дома открыли, вынесли из дома, открыли простор для самых лихих дел. Так что, товарищи, ну, понимаете, вот почему говорят, там, ну, вот, мол, какая вам разница, что там говорят, что... Ну, большая разница, большая разница, потому что мы не имеем права молчать, мы должны предупреждать. А дальше уже, как бы, дело каждого человека, хотите, прислушайтесь, не хотите, нет мозгов, не прислушивайтесь. Здесь, вот, мне, честно говоря, уже надоело читать эту тупость, там, и чушь по поводу того, как я завидую, какая я завистливая и всё такое. Я не знаю, что там надо завидовать, честно говоря. Завидовали всю жизнь мне, я ещё никому не завидовала. Я вообще лишена этого чувства зависти. Есть возмущение, есть злость от несправедливости и глупости, но не более того. Так вот, далее, потом снять какую-то там, открыть беду или снять на замок, я уже не смотрю на эту хрень. Опять замок, замок да замок, везде замок, может быть, это самый доступный, один и тот же замок в 20 этих ритуалках сверкает. Дорогие люди, замок – это настолько сильная вещь. Даже в ритуалах окончательное слово, то есть закреп, окончательное слово называют замок в магии. Замок. А то, что открывает двери, то есть то, что даёт ритуалу сработать, называется ключ в ритуале, ключ в работе и так далее. То есть замок и ключ – это определённая символика, это очень большая сила. Если человек неправильно сделает, он просто закроет все свои жизненные дороги. Если он неправильно сделает, открытый замок вынесет из дома, он откроет своё благополучие, своё счастье всему миру, то есть раздаст ещё после этого какие-то там нищим. Понимаете, абсурдность состоит в том, что просто от балды какую-то хрень придумывает. Ну вот от балды. Просто посыпать соль, на соль покапать, почитать какую-то молитву, потом на замок закрыть, на яйцо покапать. Это яйцо унести, эту свечу подкрутить, положить и положить под дерево. Конечно, в последнее время они начали уже моими словами говорить и у меня брать. Ну все у меня берут, это понятное дело. Все даже мои недруги у меня брали, это нормально, потому что очень хочется подражать тебе, не имея мозгов, к сожалению. Да, я вижу, что вот в объектив попадает, это демоническое древо. Это подсвечник. Он очень красивый, непростой, их несколько я видела. А вообще они по заказу делаются. Может быть это единичный, вот именно в таком варианте, демоническое древо. Здесь эротические всякие сцены из камня. Но это не важно. Важно то, что я говорю. Итак, с замками я в ближайшее время вам покажу ритуалы, как нужно обращаться с замками. И учтите, я много вам не дам ритуалов с замками, потому что это дело непростого человека с замками манипулировать и какие-то совершать ритуалы. Очень редко можно сделать, и это очень осторожно. Следующий момент. Я попрошу еще раз тех людей, которые заходят и мне пишут. А есть ритуалы? А может дайте ритуал, чтобы деньги были и так далее? Для начала. Внимательно смотрим все ритуалы, листаем, изучаем. У меня очень много таких ритуалов. Следующий момент. Это не стол заказов. Я не собрала людей для того, чтобы я вообще их не собирала, они сами пришли. И для того, чтобы дарить ритуалы каждый день по их заказу. Это канал, который объясняет, что есть магия, истинная магия. Это канал исторический, познавательный, психологический, как хотите. Но это не стол заказов и не количество, и не каждый день по 20-50 ритуалов я должна вам дарить. Я дарю сколько возможно. И то, что я подарила на все случаи жизни просто. Им там уже, знаете, больше, чем я подарила, наверное, уже и нигде не видела. Прежде чем издать, я их подарила, между прочим, чтобы вы знали. Итак, будьте осторожны с замками. Любой ритуал с замком вынес замка из дома, чревато ограблениями, разорениями вашего дома, вашей семьи. Учтите, есть мозги, включайте, нет мозгов, значит, вам туда и дорога. Я уже говорила о том, что люди, которых я предупреждала, они купили все-таки марион, принесли домой, через некоторое время их ограбили, ничего не осталось в доме. Потому что если человек не хочет тебя слышать, он будет делать все равно, как он хочет, в любом случае. А насчет остального, чтобы вам показать настоящий ритуал с замком, я вам этот ритуал, надеюсь, сегодня или завтра, подарю, покажу. Насчет прямых эфиров спрашивали, дорогие люди, я не могу каждый день выйти в прямой эфир. Это время, это сила, и я устаю. Действительно устаю. Вот, пять утра, я даже не знаю, где у меня телефон, сейчас я вам покажу. Ну вот, будьте любезны, пять утра, видите. Ой, у меня этих подсаповских, сколько там у меня написано? Ага, будьте добры. 483 сообщения, которые я еще не читала. И пока что некогда читать. Итак, дорогие люди, насчет личных вопросов я попрошу под роликами не писать. Пишите мне лично, для этого существует контакт, для этого существует номер телефона и прочее, прочее. Ну так, время от времени предупреждаю. А теперь строго не судите, я пойду отдохну немножко, потому что мне сегодня еще нужно ехать за атрибутикой. Мне еще нужно ехать за определенными делами, за свечами и прочее, прочее. Потому что, ну в принципе, праздники особо там не длятся долго. Ну, в любом случае, мне еще нужно подарить книги моим друзьям. Мне еще нужно и сотрудникам магазина подарить книги, потому что я их очень уважаю, они хорошие девочки. И прочее, прочее. У меня очень много дел сегодня. Я уже отключаюсь. А насчет того, что прямой эфир и ритуалы, я постепенно, значит, на все это отвечу, постепенно буду снимать. Потому что, поймите, помимо интернета, помимо ютуба, у меня есть еще своя жизнь, у меня есть еще работа с людьми. И я не могу сделать так, чтобы работа страдала. Это невозможно. Я вообще трудоколик. Про это все знают, видят. Это, мне кажется, и дураку понятно, даже тому, кто не хочет видеть. Итак, всем доброго утра. Я, как Наполеон, пошла на два часа отдохну. В течение дня мы с вами пообщаемся на чате. Всем удачи.